Добрый день! Здравствуй, страна! Сегодня 1 июля 2024 года, и мы находимся в городе Кироск-Ленинградской области. Неделю назад мы на нашем канале разместили видеоролик под названием «Дача», где говорили о том, что все, так сказать, СНТ и ОНТ являются организованными преступными сообществами. В частности, в этом ролике говорилось об огородническом коммерческом товариществе под названием «Локомотив», где наш соратник Андрей Васильевич Шипилов имел беседу по поводу налогов, и его сестра участвовала в этой беседе с председателем Селезневым Виталием Владимировичем и бухгалтером просто Еленой. Итак, события стали развиваться очень стремительно. Что же произошло? А произошло следующее. В прошедшую субботу, 29 июня 2024 года, неизвестные вошли на территорию, которая принадлежит Андрею Васильевичу Шипилову, и отключили электроснабжение. Ну, даже не отключили, а поступили варварским способом. Вы все это увидите сами. Их похитили там еще хозяйственный инвентарь и так далее. Так вот, я хочу сейчас сказать всем участникам вот этого преступления, которое подпадает под несколько уголовных статей. Ну, например, статья 357 «Геноцид в отношении социальной группы коренное население», статья 205 «Терроризм», статья 281 «Диверсия», статья 125 «Оставление в опасности, оставление без жизнеобеспечивающего ресурса», статья 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статья 215.1 «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения», статья 215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», статья 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», статья 25 «Преступление, совершенное умышленно, организованной группой или преступным сообществом преступной организации». Ну, а сейчас мы предлагаем вашу вниманию видео и аудио протоколы. «Фиксируем преступление. Значит, ТОНТ, локомотив, по факту бесчинства тут, как говорится, упырей самозванцев, которые оформили тут собственность, народ загнали в рабство, вот, обрезали провода. То есть, Селезнев, который, Виталий Владимирович, юридическое лицо, так называемое, у которого нет, значит, нерасчетного счета, никаких документов, лицензий на существование деятельности. Значит, взял на себя смелость, вот, вырезал кусок провода, значит, проник на участок и просто-напросто испортил имущество, ну и оставление в опасности. Ну и само управство, что здесь еще можно прилепить. Значит, сегодня у нас 29-е июня, 16.11. Время 16.11. Да, вот так вот на ровном месте себе статью зарабатывает. Добрый день. Выйдите, пожалуйста, пообщаемся. А кто это? А я председатель профсоюза. Приходите завтра в управление, там поговорим о чем-то, если хотите. Ну, мы сейчас подъехали тут к вашему дому, выйдите, мы пообщаемся. Да, нет, у меня завтра приемный день с 10 часов, так что завтра приходите. Виталий, ну мы уже подъехали, значит, ты увидели, что обрезаны провода. Вы зачем это сделали? Наш саптернчик, да. Ну, вообще-то я это не делал, я первый раз это послышал. Вот так это. А кто же это сделал? А это обращайтесь к людям. К людям? А сказали, что вы с лестницей ходили. У них сегодня собрание было, можете почитать, о том, что вы отключены и вас взяли, отключили. А кто отключил? Кто? Кто отключил? Я не понял, кто. Кто отключил? Кто вынес решение? Решение кто вынес, собрание сказал, народ. Народцы. Они отказались за вас платить и решили вас отрезать электричество. Так дело в том, что у вас же лестница. Вот в чем дело. И вы ходили с лестницей. Так что... Нет, с лестницей она здоровая, я ее не могу таскать. Ну как? Я же там видел, как вы соседу подключали буквально в прошлом году. Виталий, вы еще и обманываете, да? Да, нет, конечно. То есть совершили преступление... Я не знаю, что она тяжелая для меня. Тем более на лестницу лезть, это опасно. И мне свыше 100 килограмм лестницы. Вот смотрите, вы же юридическое лицо, правильно действовать юридическое лицо? Нет, я не юридическое лицо, я представитель юридического лица. А в выписке Югрюл, ваша фамилия? И написано в собственности... Это представитель юридического лица. Юридическое лицо у нас является локомотив. А собственность где локомотива? Вот в чем суть. Там написано в частной собственности. Вот в выписке Югрюл. Я же доверяю документам, да, официальным, которые мы запросили из интернета. Вот в чем дело. Ну, что сейчас нам по телефону вот этого там? Вы что, боитесь что ли выйти или что ли? Что-то не понимают. Виталий, я же вижу, стоит ваша машина. Мы подъехали к вам. Выйдите, пообщаемся нормально. Я в другой машине должен ехать. Я не хочу ни с кем обращаться. Если хотите, я к завтрак десяти часам подойду в управление. Во сколько вы будете в управлении? В десять часов утра. Да, ну тогда сообщу, чтобы участковый подъехал. Я вас уведомляю. Будем общаться. Вот смотрите, я вас заведомо уведомил, что это земля объединения профсоюзов. Вы думаете, вы сейчас мне что-то сделали, да? Вы просто сейчас поперли против объединения профсоюзов. Я ни на кого не говорю. Но в собрании было решение. Все пришли. Сегодня человек десять, пятнадцать человек пришло. И все к вашему участку пришли. И собрание решило, да? Если хотите, я их обратно вызову, и они вам расскажут, как вы отключали электричество. Вот давайте завтра тогда найдите, кто это сделал, или же тогда виноват вы, так как вы председатель. А почему виноват-то? Ну, взяли, вырезали кусок провода. Да, это как его виноват. Я вообще-то виноват. Такие вопросы решает собрание, а не председатель. Ну, хорошо, давайте с собранием пообщаемся. Вы общались с собранием, собрание у вас отказалось с вами общаться. Если вы не хотите платить за электричество, то ни с каким собранием вам такое общение не может быть. Так, Виталий, давайте сейчас не будем вводить заблуждение. С вами связывалось... А вы не заблуждение вводите, вы скажите пальцем мне, покажите, кто за вас платить будет за электричество. Мы покажем, покажем. Сестра моя звонила и спрашивала вас... Я не знаю никакой сестры. Я знаю, что вы хозяин, вы обязаны заплатить. Какой хозяин? Здесь нет хозяева, мне только что сосед Борис сказал. А, а чей участок? Участок на вас записан. Ну, правильно. Так, а кто тогда проник на мой участок, просто-напросто сорвали замок, взяли у вас лестницу, залезли на столб и испортили мое имущество. То есть вырезали провод. То есть, по сути, его украли. Если вы председатель в этом огородничестве, значит, вам нести ответственность. А с учетом того, что я слышал угрозы с вашей стороны, значит, вас теперь обвиняют. Угрозы у меня не было. Значит, ну как не было? Это не угрозы, это предупреждение было. Ну, хорошо, хорошо. Ну, предупреждение. Ну, значит, предупреждение переросло в преступление с вашей стороны. Значит, в ваших интересах найти того человека, кто это совершил. Иначе я тогда пишу заявление на вас. И буду вас привлекать к уголовной ответственности. Хорошо. И еще такой момент. Значит, сестра моя, когда с вами связывалась... С самой сестра не связывалась. Как не связывалась? Я не знаю, с кем она связывалась, со мной не связывалась. То есть, Юлия Васильевна с вами не разговаривала, что ли? Нет, первый раз такое имя слышу, и первый раз, чтобы женщина сама разговаривала. Так она мне сказала, вы ей дали номер телефона бухгалтера вашего, которая не бухгалтера, а просто Елена. Виталий, вы еще и врете. Получается, значит, если вы врете на каждом шагу, значит, вы имеете причастность к данному преступлению. Я вас уведомляю, что заявление я пишу на вас. С тишетом того, что... Ну, все. Я вас уведомил. И, значит, опять-таки... За то, что вы не платите электричество в течение восемь лет... Хорошо, мы разберемся, разберемся вообще. Значит, Виталий, а вот у вас здесь хороший домик такой стоит. Он у вас оформлен здесь вообще, земля? Какой? Вот этот вот. Где мы сейчас стоим возле вашего дома? В десяти метрах от железной дороги, в зоне отчуждения. Какой домик, я не понимаю. Ну, ваш дом. Где у нас собака нарисована. Где вот собака прям нарисована у вас? Так, на эти вопросы я не собираюсь вам включать. Виталий, вот вы не захотели по-человечески. Да, вы мне... Это вы не захотели по-человечески. Вы мне... Вы мне... У нас каждый берет электричество, и каждый за него платит. Вам хлеб бесплатно дают? Если вас... Не дают. Бензин им тоже не заправляют бесплатно. Предоставьте. А почему решили, что ли ты, что нам бесплатно дают? Нам его не бесплатно дают. Вам же... Мы собираем деньги, копейки, пенсионеры. Вам же сказали. И за вас платим. С какой стати мы... А Виталий здесь же, да? Нет. Виталий вон там. Вот туда. А, туда. Вот сейчас глуплюсь, да, и забор налево. Понятно. Так, Виталий. Да. Алло, алло. Я слушаю вас. Вот вы выходите или как? Вот мы хотим с вами сейчас пообщаться. Я занимаюсь завтра. С 10 часов приходите. Ну, вы же сейчас дома. Соседи... Соседи сказали, мне нет, я уехал. Я в Питере. Ну, что? Виталий, вы, значит, совершили преступление, еще и скрываетесь. Я так понимаю, да? Конечно, скрываюсь. Вот не усугубляйте степень своей вины. Я, как говорится, подобно... Степени моей вины никакой нету. Я не постановлял собрание, чтобы собрание решило вас отключить электричество. Сегодня народ собрался, вас отключили, я совсем тут не при делах. Ну, как? Вы же председатель. То есть у вас происходит все, что угодно. Вот это сколько у меня украли на участке, там, и уголов, и бочки. И тогда, когда народ собирается, я уже тут не решаю вопросы. Решает вопросы народ. И к нему обращайтесь, пожалуйста. Завтра он придет, я соберу собрание. Обращайтесь к ним. Вот, значит, завтра тогда приедет полиция и подготовьте, пожалуйста, все документы, которые... Какие документы вам подготовить? Ну, границы участка есть вообще? Виталий, это первое. Я подготовлю документы тому, кому надо, а не тот, кто меня спросит. Я сейчас говорю, полиция завтра приедет, эту ситуацию так не оставлю. А при чем здесь полиция мне? Ну, как это при чем? У меня есть компетентные органы, при которым я отвечаю за это. Вы залезли на чужой участок, правильно? Вы же сказали, это мой участок. Ну, то есть подтверждение, 20 лет я уже там нахожусь. Значит, я раньше платил деньги. Потом, когда я узнал, что здесь... Это не ваш участок, это участок, вообще-то, отвода железной дороги. Ага. Если у вас есть документы на этот участок, тогда давайте поговорим. Если у вас участная собственность, то давайте поговорим, что участные собственности залезли. Понятно. А как у вас документы есть вообще на участок какие? Так же, как и у вас, видимо, да, тоже нет документов? А это вопрос второй уже. Ага. То есть вы председатель, здесь там какую-то свою пухню мутите, да? А народу рассказываете, что... Я не могу, я не мутю, я бесплатно работаю, блядь. Просто так работаю, елки-палки, только чтобы поддержать наш локомотив. А вы, елки зеленые, за электричество не можете заплатить. Так, сестра моя позвонила, сказала, дайте счет, на который платить, потому что она находится... Да какой счет вам дали платить? У нас квитанции приходят, мы по квитанции платим. Какой счет вам надо? Вот, посмотрите, получается так, что вы говорите, что у нас границы не определены. Какие границы не определены? Участка, 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 вот у каждого участка, вы говорите, там твой участок, здесь мой. И получается, что, по сути, за что платят-то люди, если нет границ, участков? А за землю мы не платим деньги, с чего взяли, что мы за землю деньги платим? Просто Елена сказала, что взносы какие-то еще собираете. Взносы мы собираем за плату, у нас колонка, мы за колонку воду платим, питьевую, за воду питьевую платим, за электричество потери тоже платим. Вот эти все деньги уходят туда. А кто вот эти вот тарифы обозначает, устанавливает? Государство. То есть государство за воду обозначает, за электричество. Естественно, и к вам квитанции приходят, мы оплачиваем. Да, а участков нет, получается так? Ну, каждый за свой участок ничего не платит, соответственно, нет. У нас доплата, я вам сказал, за что идут. Так получается, а вот с границы вообще самого огородничества, откуда, докуда, вот хотя бы, чтобы иметь представление? Границы самого огородничества у нас на стенде есть, можете ознакомиться. На каком стенде? Просто зашли, сайта нет, электронного адреса нет, ничего нет. На каком стенде ознакомиться? И когда, допустим, сестра моя задала вопрос, предоставьте номер счета за электричество, именно коммунальных платежей, там 408, 21, ну и так далее. Это именно государственных коммунальных платежей. А я предполагаю, что бухгалтер ваша, так называемая, которая не бухгалтер, она просто деньги собирает, может быть, какую-то часть и оплачивает, остальное присваивает. Вполне возможно, что с вами делится. Да ты что? Поэтому у нас машина новая, да? Ну, не мне об этом судить, я думаю, полиция разберется. Не, полицию надо обязательно, вызывайте скорее полицию, действительно. В этом надо обязательно полиции, прокурора, все что угодно вызывать. Да, а с учетом того, что, смотрите, эта земля народная, акта передачи не было, и откуда взялось какое-то юридическое лицо, это именно вы по выписке Игрю. Я не юридическое лицо. Ну, в выписке вы, именно кто имеет действовать право без доверенности. И земля, ну, не земля, вот это ОНП... Слушайте, что вы от меня хотите, я не понимаю? Я сейчас... Я сегодня председатель, завтра себе это собрание, я не председатель. Чего вы от меня хотите-то? Вы испортили мое имущество. Вас видели, как вы ходили с еженцем. Я не трогал ваше имущество и к нему не подходил. Значит... Лучше вам указать, ну, во всяком случае, найти того, кто это сделал. Вот такие действия совершаются только по решению суда. Вы председатель, и даже этого не знаете, так получается? Алло. Ну, положил, я что-то не знаю. Да, ну, наболтал он себе и так уже. Избегал церемонтелокомотив. Алло. Какого вы хотели? У меня Елена, что вы хотели? Добрый вечер, Елена. Меня Юлия Васильевна зовут. Я по поводу 61-го участка. Так. Да, мне хотелось бы узнать, что там сейчас происходит. Пусть приходит Шипилов, и мы ему все расскажем, что там происходит. Ну, я не просто непосредственное отношение имею к этому участку. Какое? Непосредственное. У нас владелец Шипилов. Вы его жена? Я его родная сестра. Пожалуйста, приходите завтра, будем разбираться. К десяти часам мы ждем. Скажите, там взломали замок на калитке и отрезали провод. Не взломал. И отрезали кусок провода. Это кто сделал? Не подскажете? Не знаю. Не знаю. Я бухгалтер. Я занимаюсь приемом взносов. Я даже не бухгалтер. Я занимаюсь учетом, ну, бухгалтерскими вот этими особенностями на основе то, что меня выбрали. Я просто собиралась вам деньги принести, а тут такая ситуация. Андрей мне позвонил и сказал, что там взломан замок, отрезан кусок провода. Ну, не знаю. Ничего вам не могу сказать. Пускай приезжает завтра к десяти утра и будем разбираться. Так а кто это сделал, вы не знаете? Я не знаю. Я говорю, что... Я женщина, которая собирают деньги за электричество и взносы. Я же вам собиралась принести деньги, заплатить. Почему так поступили? Почему отрезали провод? И еще имущество испортили. Замок взломали. Слушайте, я не знаю. У нас есть инициативная группа. Было сказано на собрании, у нас давно принято решение. Тем, кто не оплачивает электроэнергию и взносы. У нас вообще стоит вопрос о том, чтобы вынести вопрос Андрея на собрание и исключить его вообще из членов обгородника. Понимаете, вот то, что сделал председатель, взломал замок и отрезал кусок провода. Он ничего не делал. Подождите, пожалуйста, это, как вы говорите, инициативная группа. Во-первых, если отключают электроэнергию, то только по решению суда. А это уже хулиганство. Это даже не хулиганство, это уже тянет на уголовную статью. Понимаете? Излом и порча имущества. Не надо. Ну как не надо? Это так и есть. Только по решению суда. Только по решению суда. Только по решению суда можно отключить электроэнергию. А сейчас? Ну говорите, говорите. Да не буду я вам ничего говорить. Приходите завтра. Пускай завтра он приезжает, будем с ним разбираться. С ним, с владельцем участка. То есть вы хотите сказать, что вы действительно влезли на участок и отрезали провод, правильно? Вам кусок провода понравился? Я никуда не влезала. Ну а кто это сделал? Инициативная группа ОНД? Я не знаю, кто это сделал. Пусть завтра приходит и будем разбираться. Но вы же только что сказали, что у вас инициативная группа, которая приняла решение. Слушайте, отстаньте вы от меня. Вы вообще кто? Вы его сестра? Я же вам представила. Вы воспитывайте его. Елена, я вам представилась. Я говорю, вот воспитывайте своего брата. А я вас не собираюсь воспитывать. Я просто хочу выяснить ситуацию. Я же вам позвонила. Вы выясняйте. Он владелец участка. И пусть выясняет ситуацию владелец участка. А не третье стороннее лицо. Я не третье лицо, не стороннее. Я же вам позвонила и сказала, что я готова заплатить. Что я приду, заплачу. Ну, придите завтра и заплатите. И что, вы подключите обратно этот кусок провода, который отрезали? Вы будете разговаривать с председателем. Нет, ну вы говорите, придите, заплатите завтра. Хорошо, я приду завтра. Или Андрей придет, заплатит. И вы тут же подключите нам обратно этот кусок провода, который отрезали. Слушайте, у нас есть председатель. Вот разбирайтесь с мужчиной, а не с женщиной по поводу провода. Это председатель отрезал провод? Я еще раз вам объясняю. Я не знаю, кто отрезал провод. Поэтому приходите завтра к 10 утра в управление и будем разбираться. Чего вы ко мне пристаете? Дело в том, что... Уже 11 час, время уже позднее. Я все понимаю, просто это серьезный вопрос. Ну хорошо, я вам по-серьезному говорю. Елена, вы мне сказали, приходите завтра и заплатите. Вот я просто хочу уточнить. Я вам не говорю, приходите. Вы мне до этого сказали, что приходите завтра и заплатите. Пусть приходит владелец участка. И пусть он платит. Так, хорошо, он завтра заплатит. Вот и все. И что дальше? И что? И председатель ему расскажет механизм восстановления электроэнергии. Ну то есть это председатель инициативы, да? Отрезать провод. Нет, это не председатель инициативы. А кто же это сделал? Еще. Слушайте. Понимаете, Елена, если бы это сделала электро... Ну у меня в руках вот такой документ, который называется Государственный акт на право пользования землей. Итак, поскольку здесь и сейчас находится территория СССР... Зачитываем. Земля в СССР состоит в исключительной собственности государства и предоставляется только в пользование. Действия в прямой или скрытой форме, нарушающие права государственной собственности, на землю запрещаются. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бессрочное пользование, то есть навечно. Землепользователи имеют право и обязаны пользоваться земельными участками в тех целях, для которых они им предоставлены. Так что вот те, кто утверждает, что это какая-то частная собственность, вы явно заблуждаетесь и вводите в заблуждение других лиц. Ничего личного, только закон. Ну а теперь я обращаюсь к Селезневу и бухгалтеру, просто Елене, что вы предварительно, так сказать, имеете сейчас статус мошенники, обманщики и так далее. Почему? Да потому что вы требуете перечислять деньги за электроэнергию на ваш личный телефон. И это ложь. Мы нашли реквизиты ООО «Русэнергосбыт», где все указано, как можно оплачивать, на какой расчетный счет через Сбербанк и через отделение почты, АО «Почта России», и где указан даже специальный расчетный счет 408-21. Продолжение следует. Продолжение следует.